не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем предвестник самоисследования отвращение к нему шанти 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 ом добрый день добрый день роберт добро пожаловать я приветствую вас от всего сердца приятно быть с вами на прошлой неделе то ли в четверг то ли воскресенье я упоминал о том что самоисследованию предшествует появление отвращения к миру некоторым из вас это не понравилось я получил несколько телефонных звонков во время которых мне сказали роберт я люблю мир как у меня может быть к нему отвращение поэтому сегодня я поговорю об этом подробно когда я говорю иметь отвращение к миру я я говорю о развлечении видеть правильно и неправильно что есть реальность и что является приходящим весь мир изменчив у него нет постоянства из-за того что вы наслаждаетесь деревьями цветами в умове солнцем это не означает что вы все время будете счастливы как говорится не все коту масленица вы не мир если вы будете пользоваться правильным развлечением то увидите что мир сам по себе абсолютное ничто он даже не существует вы держитесь за тень за видимость если вы верите видимость то всегда будете разочаровываться вам придется разочаровываться потому что все обречено на изменение все это начинается в вашем уме я не говорю о том что вы должны от всего отказаться чтобы должна убежать из своей семьи или своего государства или со своей работы жить в пещере и ворчать на мир я говорю о том чтобы видеть что мир исходит из вашего ума вы создали мир в своем воображении вы видите мир определенным образом и вы реагируете на него не понимая что вы сами создали этот мир однако вы не мир ваша настоящая природа это окончательное счастье абсолютная реальность чистая мудрость сад чита нанда это то что вы есть вы никогда не были феноменом тела ум несмотря на то что он кажется очень сильным и многие из вас очень сильно боятся мир где-то глубоко в закоулках вашего ума вы должны осознавать что вы не мир вы не ваше тело если вы избавитесь от представления о теле мир уйдет вместе с ним оставьте мир в покое иметь отвращение к миру означает что вы уже какое-то время находитесь в этом мире вы уже попробовали его вы уже испытали его вы как бы понимаете что такое мир и теперь собираетесь оставить его как есть мир больше не обладает силой пугать вас он больше не обладает силы ранить вас вы неранимы вам больше не нужно ни с кем спорить или защищать свои права или выигрывать в споре все эти вещи больше не имеют значения для вас только тогда вы можете практиковать самоисследование как следует именно поэтому многие из вас говорят что практиковать самоисследование трудно вы пробуете его какое-то время и у вас появляется отвращение это потому что вы привязаны к миру и мир привлекает вас больше чем ваша практика вы не должны думать что мир может предложить вам что-то важное и радоваться вы должны радоваться всегда потому что вы есть истинные я нетленное истинные я это стоит того чтобы радоваться но все остальное в этом мире всегда будет разочаровывать вас это приходит из ваших опытов у вас есть хорошая работа вы работаете уже много лет вы купили дом у вас есть семья дети что-то происходит вы можете потерять свою работу вашего ребенка могут убить в этом мире случаются самые разные вещи поэтому тот кто верит в мир глупец это не означает что вы должны сдаться вы в мире но не от мира сего вы можете заниматься тем чем всегда занимались работа семья покупать дом но все это не завладевает вами все это не должно давить на вас если вы теряете свою работу вы также счастливы каким вы были когда на вас было если что-то происходит с вашей семьей это не меняет вас вы все равно абсолютная реальность если ваш дом сгорает вы не смотрите на него как на бог вы понимаете вы знаете истину и вы придерживаетесь ее когда у вас реализуются те вещи о которых я сейчас говорю другими словами когда у вас есть беспристрастность и вы используете развлечения у вас внутри развивается огромная сила вы превосходите тело вы начинаете расширяться становясь все пронизывающими и вы чувствуете что вся вселенная излучается из вашего ума тогда вы можете называться джняни вы совершенно свободны как думает джняни однажды был один президент банка который получил огромное удовольствие от своей работы он женился у него появилось трое прекрасных детей он ходил с ними на рыбалку и в город он действительно любил свою семью на его города обрушилась торнадо и трое его детей погибли все были ужасно расстроены но он был и джняни он просто смотрел и наблюдал он пошел на похороны своих детей смотрел и наблюдал когда похороны закончились его родственники осуждали его они говорили ну ты и подонат ты не пролил не единой слезы по своим детям похоже что тебе нет дела до того что происходит ты бы не мог объясниться он ответил прошлой ночью мне оснился сон в этом сне я был королем огромной страны я была женат на прекрасной женщине у меня было трое сыновей мои деревья вместе охотиться я очень сильно их любил потом пришла война мои сыновья пошли в армию и были убиты потом я проснулся так пока мне теперь скорбеть по моим трем сыновьям которые были убиты во сне или по моим трем детям которые погибли вчера обе истории сон просто сон бодрствования кажется более длинным это единственная разница я не говорю что вам нет никакого дела до того что происходит вы испытываете огромную любовь и сострадание но у вас есть джняна мудрость безграничная мудрость вы превзошли мир и мир больше не может обидеть вас вы понимаете что все существует какое-то время точно так же как сон во сне вы проходите одна жизнь за другой вам снится что вы снова и снова реинкарнируете чтобы разный человек и что это действительно происходит во сне и это реальность сна но когда вы пробуждаетесь вы никуда не ходили и ничего никогда не случалось точно так же с вашей жизни сегодня кажется что вы бегаете повсюду занимаетесь разными делами ходите на работу в кино возможно переезжаете из одного штата в другой вы проходите через самые разные опыты с ваших детских лет но истина в том что вы никогда никуда не ходили и ничего никогда не случалось вы никогда не могли ходить потому что вы все пронизывающие вы есть вселенная и идти некуда нет места для вас и чего-то еще вы есть окончательное счастье это не означает что с этого момента и дальше у вас должно быть такое отношение мне не важно мне не важно что происходит для меня это не имеет значения я говорю не об этом я говорю о том факте что с помощью самоисследования шаг за шагом вы будете превосходить мир и мир будет для вас сном однако вы будете наполнены состраданием любовью покоем и радостью некоторые люди говорят что они любят свою жизнь и что они хотели бы жить вечно в качестве своего тела подумайте об этом можете ли вы представить что вы чистите свои зубы чистить их зубной нитю три раза в день тысячу лет вам нужно принимать душ есть всегда следует тому что происходит в мире в течение тысячелетий вы будете молить бога о смерти поэтому добрая природа позволяет вам жить какое-то время в вашем теле пока вы не пробуждаетесь в качестве реальности у вас есть какое-то количество лет и потом вам дается еще один шанс обрести новое тело и снова у вас есть возможность найти свое истинное я использовать развлечения быть способными отделять зерна от плевел и вы снова это делаете обретаете другое тело и проходите через другие опыты если вы начнете отпускать мир я не буду использовать термин у вас появится отвращение к мир если вы начнете отпускать мир с вами тот же начнет что-то происходить в этом же будете духовно расти что-то встанет на свое место в той мире в которой вы отпускаете мир со всеми его проблемами красотами радостями и печалями в той мере в которой вы можете это отпустить в в этой мере вы будете преисполнены духом если вы отпускаете на 20 процентов вы будете наполнены на 20 процентов если вы отпускаете на 40 вы будете наполнены на 40 пустота всегда чем-то заполняется место которое вы оставляете когда отпускаете будет наполняться богом сознанием нирваны называйте это как вам нравится вы начнете испытывать такие покои радость которые вы никогда не испытывали раньше в той мире в которой вы можете отпустить единственное как вы можете начать это делать с помощью практики вы начинаете все отвергать вы больше не привязываетесь к людям местам или вещам вы не чувствуете давление мир вас не поражают трудности того что происходит ежедневно вашей жизни вы становитесь счастливыми совершенно счастливыми сами по себе вы испытываете переполняющую радость блаженство внутри себя вы начинаете осознавать что это не тело испытывает тело не существует это истинная который выражается как истинная не волнуйтесь по поводу того что происходит в мире есть силы и присутствие которые позаботятся об этом мире правильным образом вы пришли на эту землю с единственной целью а именно пробудиться все опыты через которые вы как кажется проходите для вашего пробуждения поэтому я часто говорю не судите по опытам не определяете где вы находитесь в сознании по тем опытом которые вы проходите в своей жизни поскольку это ум хочет судить и как вы уже знаете у вам не друг он будет делать все что угодно чтобы остаться в живых и контролировать вас именно здесь вы используете развлечение вы осознаете что он больше не может вас одурачить у него нет власти над вами он не может использовать вас чтобы рыдать когда вы видите что-то неправильно истерически смеяться когда вы видите что-то правильно вы становитесь невозмутимыми вы способны двигаться через этот мир без изъян нечто будет происходить но с кем это происходит не с чистым истинным я а с воображением системы убеждений все случается с тем кто считает себя силом и умом чем сильнее ваш ум тем больше реакции на те вещи которые происходят в вашей жизни когда вы практикуете это самоисследование придет само по себе когда вы начинаете видеть ситуацию в этом мире будь это с вами или с самим миром вы смотрите что-то по телевизору сам по себе будет возникать вопрос кто это проживает кому это приходит и вы будете улыбаться поскольку будете осознавать что опыты которые вы видите по телевизору новостях опыты через которые вы проходите это ложь вы не являетесь этим и что-то внутри скажет я проживаю это я наблюдаю и я чувствую это поэтому вы отслеживаете я нить вы отслеживаете я мысль до источника источник это всегда сознание когда я мысль возвращается в сознание в первую очередь она никогда не существовал но это становится ясным для вас когда я мысль не возвращается обратно в сознание тогда мир его проявлении кажется реальным ваша проблема кажется реальным когда вы смотрите новости то чувствуете что происходит поскольку это кажется вам реальным поскольку я мысль активная я мысль работает заставляя вас чувствовать реальность мира и себя поэтому вы должны стать бдительными и действительно держаться за я мысль с помощью отслеживания обратно к центру духовного сердца и погружаться в глубоко ваше сердце где существует абсолютная свобода абсолютное блаженство абсолютная радость больше не обманывать не верьте тому что показывает вам ваши глаза тому что слышит ваши уши тому в чем хотят убедить ваши органы чувств идите за пределы этого при этом может потребоваться некоторое усилие на это может потребоваться какое-то время однако вы должны делать то что вы должны делать чтобы освободить себя от притяжения мира если вы готовы то будете знать что делать если вы заняты заняты другими делами тогда мир будет держать вас и заставлять верить в одно заставлять верить в другое ставить вас в самые разные ситуации где вы будете плакать кричать и ужасно расстраиваться в другое время вы будете счастливы и вы будете думать что все идет по-вашему это будет меняться вы будете как его его скакать вверх и вниз у вас внутри есть все необходимое чтобы преобразовать себя это внутри вас вы используете его не вверх вы используете его чтобы воспринимать мир как нечто внешне в то время как на самом деле то что вам нужно делать это погрузиться внутри себя и поместить мир во внутрь втягивая всю вселенную в себя откуда она и появилась вы разворачиваете процедуру в обратном направлении вы все втягиваете внутри себя и это пришло из вас оно должно вернуться вас это и есть спасение когда все вся вселенная погружается обратно в вас сознание еще одно название всей вселенной всего того что есть я из-за того что я живой и активны вы переживаете вселенную как она есть когда я возвращается в сердечный центр вся вселенная погружается вместе с ним поэтому когда вы идете спать и глубоко засыпаете присутствует глубокий покой который снисходит на вас глубокой радость попробуйте это увидеть это происходит потому что я возвращается обратно в сердечный центр когда вы находитесь в глубоком сне я находится в сердечном центре и существует только сознание если бы вы только смогли проснуться тогда когда я все еще сердечном центре вы были бы освобождены вы были бы абсолютно свободны но то что с вами происходит случается из-за заблуждения и магии когда вы просыпаетесь и мысли выходят из сердца и возвращаются в ваш мозг вы начинаете осознавать тело мир и вселенную секрет в том чтобы осознать то что я говорю и не позволять я выходить наружу нужно все время удерживать я в сердечном центре вы делаете это с помощью исследования рассмотрение кто я что является источником я когда вы исследуете то будете все глубже и глубже идти вместе с я пока не наступит такое время когда я больше не будет выходить наружу выбор за вами что вы делаете со своей жизнью каждый день где ваши мысли что вы позволяете себе чувствовать каждый день вы счастливы потому что у вас есть прекрасная работа и вы зарабатываете много денег и вы счастливы потому что у вас прекрасная семья или потому что имеете свою частную собственность все это временно я не говорю что вы не должны этим заниматься но вы должны ставить на первое место нечто другое более важное обнарушьте как вы прибыли на эту землю как так получилось что у вас есть тело как вы проходите через разные опыты исследуйте найдите кто вы есть на самом деле не принимайте то что я говорю на слово а проведите какое-то время погружаясь внутри себя попробуйте оставить мир в покое не волнуйтесь по поводу того что происходит в этом мире некоторые из вас думают что это эгоистично однако если вы не знаете себя как вы можете беспокоиться о мире это слепой ведущий слепого после того как вы проводитесь вы посмотрите захотите ли вы что-либо делать с этим миром захотите ли вы делать этот мир лучшим местом для жизни а до этих пор спасайте себе как сказал бонда вы находитесь в горящем здании и не перестаете любоваться картинами на стене вы должны выйти из этого здания как можно быстрее я говорю заканчивайте любоваться миром со всеми его тривиальностями со всей его так называемой красотой и чепухой спасайте себя станьте свободными никто кроме вас не сможет этого сделать пожалуйста можете задавать любые вопросы которые вам нравятся роберт а что насчет сдачи что насчет задач это кажется трудным для выполнения кому что кому это кажется трудным вот что вы должны рассмотреть внутри себя да кому кажется трудным сдаться что он во мне делает это трудным ум все время хочет контролировать что такое ум откуда он появляется кто его породил только мысли он просто приходит сам по себе и так кому он приходит сам по себе он приходит ко мне и это она теперь исследуйте это мне кто этот мне у которого есть проблема откуда появилась мне я не знаю исследуйте спросите себя у вас есть нечто что знает не говорите что вы не знаете потому что на самом деле вы говорите что я не знаю кто это я которая не знает на это нет ответа обнаружите откуда приходит не ответ оттуда же откуда пришел вопрос что это что где это не могу выразить словами слов нет если нет слов нет проблем какой это имеет отношение к сдаче когда вы делаете все что я сказал вы автоматически сдаетесь да потому что не остается ничего что хочет быть активным все это ушло назад в сознании и вы полностью сдались например у меня есть сложности со сном по ночам я осознаю что это просто идея то есть кажется что идея преобладает попробуйте исследовать и осознать что это у я сложности со сном по ночам не у вас а у я и снова вы исследуете что является источником этого я если вы действительно это сделаете я обрыв аудиозаписи это никогда не вы это всегда я мы все время делаем эту ошибку пытаясь облегчить наши проблемы пытаясь найти решение проблем это тяжелый путь легкий путь избавления от я помнить что вся вселенная проблема все привязывается к я когда вы позволяете себе отслеживать я мысль до источника все что как кажется вас беспокоит исчезнет ровер я осознаю что отслеживание я до источника означает что оно идет из мозга в сердце но я не понимаю этот процесс отслеживания вам не нужно быть слишком техническими все что вы должны сделать это представить в своем воображении как я опускается в сердечный центр и вы это делаете с помощью исследования кто я вот и весь процесс вы исследуете что является источником я это единственный процесс который есть что является источником я это и есть отслеживание я до источника и это то же самое и когда вы продолжаете задавать себе вопрос промежуток между вопросами будет становиться все больше и больше вы начнете обнаруживать утешение умиротворение в этом пространстве и достаточно скоро вы скажете кто я вы как бы станете всемогущим всепронизывающим на какое-то время вы будете испытывать огромную радость которая пребывает в вашем сердце потом вы выйдете из этого и снова скажете что является источником я или кто я и снова будет более длинный больший промежуток между тем когда вы говорите эти слова именно в этом промежутке вам и следует оставаться в этом промежутке между вопросами есть нирвана сознание ваше истинное я в этом безмолвы однако когда вы выходите из этого и в ваш ум приходят мысли вы должны продолжать эту процедуру кому приходят эти мысли я ощущаю их кто я каждый раз когда вы говорите кто я вы используете свое воображение чтобы отслеживать я обратно к источнику у вас с этим проблема конечно же по той причине о которой мы говорили сегодня днем ваш ум очень твердый очень сильный ваше эго очень большое и она удерживает вас в хватке заставляя чувствовать и верить что этот мир ваше тело реальным поэтому вы должны практиковать кто чувствует что мир реальный кто расстроен кто в депрессии кто чувствует проблемы кто чувствует тело я вы сразу же возвращайтесь к вопросу что является источником я не смотрите на время как большинство из вас уже знает время и пространство на самом деле не существует они существуют только для я для эго для ума поэтому не беспокойте себя мыслями сколько времени потребуется на то чтобы я стал свободным научитесь быть центрированным живите в моменте делайте один шаг за раз будьте спонтанными удерживайте ваш ум от того чтобы он думал дальше вашего носа когда я говорю то слышу что многие из вас так вздыхают вот оба вы несете на своих плечах тяжелый нож нет ничего неправильного с вами все в порядке поверьте мне это точно так же как если вы едете на поезде вы входите в свое купе и просите проводника разбудить вас когда вы подъедете к своей станции вы не имеете к этому никакого отношения точно так же с вашей жизнью ваша жизнь предначертана она представляет те опыты через которые вы должны проходить однако вы не имеете к этому совершенно никакого отношения поскольку вы не ваше тело тогда зачем бороться оставьте его в покое чем меньше вы думаете тем быстрее вы пробудитесь мы и вы хотели бы прочитать жняни да мы и читает исповедь жняни текст смотрите в начале книги спасибо мои спасибо роберт кто-нибудь хочет еще что-нибудь сказать у нас есть новые транскрипты они на столе у нас есть транскрипты для вас пожалуйста берите если желаете ровно вы начали свою речь с того что сказали что нужно иметь отвращение к миру это инициирует духовный поиск но такое впечатление что есть разница между тем чтобы иметь отвращение к миру и безразличие к нему когда происходит переход вы можете сказать что-нибудь по этому поводу да вы начинаете с осознания что мир больше не может вам ничего предложить когда вы продолжаете духовный поиск мир становится все менее и менее важным для вас пока вы не начинаете презирать весь мир целиком взяты поскольку вы осознаете что мир удерживает вас от вашего духовного пребывания с помощью своей силы которая называется майя мир удерживает вас он держит вас в хватке и в той мере в которой он вызывает у вас отвращение в которой вы перестаете позволять ему иметь над вами сил в той же мере ваша настоящая природа и истина вашего бытия выступает на передний план когда вы работаете над собой это действительно происходит само по себе вы не можете просто сказать мир вызывает у меня отвращение поскольку вы делаете ошибку когда так делаете вы должны созреть к этому пока мир все еще имеет для вас значение вы должны тщательно исследовать и осознавать почему мир совершенно бессмысленный и после того как вы занимаетесь этой практикой какое-то время у вас появится отвращение к миру разве отвращение это не форма негативной привязанности да точно именно этим она является тогда зачем нам испытывать отвращение это все равно будет привязывать нас к тому к чему мы испытываем отвращение нет вы испытываете к этому отвращение потому что практиковали на себе духовное самоисследование и другие методы но тогда мы просто все отпускаем и нет отвращения да мы отпускаем поэтому мне нравится использовать слово развлечение я не согласен с тем что концепция отвращения отвращение это просто слово вы приходите к такой точке когда осознаете весь этот мир делал из меня того кем я являюсь сегодня идиот смех поэтому я отпущу этот дурацкий мир я больше его не хочу я испытываю к нему отвращение иногда вы должны как бы разозлиться на себя да к черту все это не надоело такая жизнь у меня все вызывает отвращение и тогда развлечение заставит вас пойти глубже внутри себя и вы сможете практиковать так как обычно роберт последний или предпоследний из восьми или десяти шагов развития прозрения или прогресса в прозрении впали преобразуется в отвращение к миру да в начале это меня озадачивала на том этапе как вы говорите это должно видеться из состояния трансцендентности тогда человек видит тот факт как вы говорите что это отвратительно но это не удерживает нас это не удерживает человек тогда у него есть сострадание прозрение мудрость но он видит мир таким какой он есть он отвратительный действительно отвратительны спасибо это действительно так но это небезопасно я никогда не скажу это кому-то кто не может понять это полностью но с трансцендентного уровня это действительно так человек будет видеть в сострадании в заботе в любящий доброте будет очень внимателен к деталям всего того что является отвратительным если у него нет привязанности нет привязанности да это действительно так тогда это не совсем отвратительно да это так это правда это есть я нахожу это верно но я плачу об этом да иногда будут течь слезы потому что иногда то что я читаю его знаю например ситуация с окружающей средой тогда я как бы чувствую что питаю мое отчаяние не будучи в отчаянии это ощущение боли потому что ты не можешь помочь но все равно не отказываешься от того чтобы помогать каким-то образом это ощущается как золот для тебя то что вы говорите это очень верно это часть пути вашего раскрытия вы проходите через этап когда вы как бы испытываете отвращение ко всему миру да я делаю это даже со своими учениками вот только что у меня был один неугомонный ученик он просил чтобы я пошел на автобусную станцию мне нужно полтора часа чтобы добраться до центра города вам повезло и чтобы я подвез его до станции он приехал из германии и хотел поехать в санта-барбару тогда я сказал поехали со мной потом я увидел во что вляпался конечно же я мог предвидеть я не должен этого делать мне это не нужно человек видит как поднимается внутри голос со всеми разными вещами а затем кажется что я воспринимаю нет это твой путь это твой океан это отвратительно ты попался это также и твоя карма такое прекрасное обязательство без того чтобы быть обязанным это хороший способ смотреть на это да это правда и ты воспринимаешь это ты являешься частью этого и не частью этого верно мы проходим через этапы я думаю что это странно это было странно это странно жизнь действительно странно жизнь дерьмо а потом ты умираешь ученики смеются что это мне дало когда я обнаружил что жизнь дерьмо а потом ты умираешь это заставила меня думать что есть только один выход какой духовность поиски истинного я самоисследование сдачи и это конечное знание иначе ты возвращаешься назад жизнь снова тебя засасывает и ты снова умираешь это действительно единственное решение не так ли да но это придает смысл жизни потому что человек видит истину все это отвратительно это истина вода говорит сначала позна истину жизнь слишком трудная слишком трудно и означает самые разные вещи низкая отвратительная болезненная ужасная и без проклятия это не проклятия это просто видение как она есть конечно это не проклятие и это не благословение нет для обычных людей мир или проклятие или благословение а здесь ни то ни другое но ты каким-то образом очень даже есть если необходимо видеть себя если возможно вовлечься в это да тогда кто-нибудь говорит вы вызываете у меня отвращение вы отвечаете спасибо вам смех нужно быть аккуратным смотреть кому говоришь иногда нехорошо такое говорить я думаю что временами существует какая-то ответственность развлечение правильно развлечение это не поможет кому-то хвалить себя за раскрытие тому кто говорит что это отвратительно тот кто говорит что это отвратительно тут же спроецирует это на себя я отвратительный это как снежный ком конечно да когда вы практикуете духовное садхану все это приходит к вам вы будете знать что делать верно выполняйте практику это очень хорошо и ценно у нас есть еще какие-то объявления роберт с этой точки или уровня в равной мере вместо того чтобы говорить это отвратительно можно сказать это чудесно конечно да зависит от того где вы находитесь да может быть также от того кому это говорится с кем ты общаешься иногда видеть это позитивно они в негативном свете немного труднее для понимания я такое говорю только тем кто понимает если вы исследуете это внутри себя вся информация которую вы ищете придет к вам все откроется все находится внутри вас и наступит такое время когда вы будете полностью испытывать отвращение к миру к чему отвращение к миру все придет само по себе здесь есть опасность если он как бы не пробудется к этому достаточно обрыв аудиозапись никогда не забывайте что вы не тело и не ум что вы есть чистый брахман абсолютная реальность сознание вы есть нирвана вы есть сад читананда это ваша настоящая природа пусть раскроется ваша настоящая природа и вы пробудитесь прямо сейчас покой спасибо что пришли благослови вас господь я всех вас люблю приятной недели не беспокойтесь будьте счастливы и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране